Я всю жизнь видела этот горизонт. Эти приглушенные цвета и этот странный свет. Это да, но... или нет? Может, я изменилась? Или мир выглядит иначе, когда на твоей голове нет короны? Да, Лила, что бы ты ни затевала сейчас, ты проявила редкий ум, отнимая мой престол. Ты знала, кого из моих людей можно подкупить, и лишила меня моего главного союзника, отца. Но ты меня не знаешь. Ты видела во мне лишь изнеженную принцессу. Ты не думала, что я смогу сопротивляться? Скоро, совсем скоро ты меня узнаешь, Далила. Итак, снова всем привет. К сожалению, второй раз приходится проходить это задание. Вот. Ну, то есть я там, соответственно, после падшего дома немножко побродил там. Вот, с записью. Опять какие-то проблемы. Меня это вообще все дико бесит, конечно. Ну, что поделать. Так, ладно. Так, я снова скорблю, каково это носить с собой ее сердце, но находиться в разных мирах. Это была ее мудрость, ее проницательность, ее голос, ее любовь. Мама, я тебя потеряла дважды. Я знаю, что ее душа была захвачена, знаю, что ее нужно было отпустить на свободу. Но, как я могла, конечно, она нашла способ помочь мне в последний раз. Нет, я не буду плакать. Не сейчас. Сначала сделаю все, что должна. Теперь в сердце сидит другая душа. С другим голосом. Далила Капперспун. Сочинительница лжи. Воровка тронов. Эгоистичная, коварная и жестокая Далила. Герцог Карнаки. Еще не так давно с удовольствием вонзила бы кинжал вкрут герцога Абеля. Но мне представилась более изысканная возможность. Герцог жив, но его утащили, приняв за спятившего двойника. А настоящий двойник герцога, полагая, он намного лучше справится с его обязанностями. Люди так и не поймут, почему вдруг их правитель поумнел или стал вежливым. И, может быть, задумаются, отчего их императрица Эмили так внезапно переменилась. За эти два месяца я стала другим человеком. Осталось лишь одно дело. После чего я смогу передохнуть. Корва, отец, я иду к тебе. Отъезд из Сирконоса. Я не волнуюсь, Сирконоси. Встретила здесь немало добрых, спокойных людей. Людей, которые делают все возможное на благо всей страны. Я уверена, что после устранения настоящего Луки Абеля им удастся восстановить законность. А с нею и утраченное счастье. А я помогу им, чем смогу, как только вернусь на трон. Возвращение в Данволл. Данволл, мой дом. После моего отъезда здесь происходили ужасные события. После моего вынужденного отъезда. Увижу ли я город в руинах? Запуганных людей, прячущихся по домам. Не пытаюсь ли я убедить себя, думая о худшем? А если город стал лучше, чем был? Если Далила лучше справляется, чем я? Нет. Это вряд ли. Я знаю Далилу. Теперь я лучше знаю себя. Я чувствую вину за все ошибки. Я была императрицей, за которую мало кто хотел сражаться. Не знаю, что я увижу, но что бы ни случилось с моим городом, я не позволю горе или ярости затуманить мне разум. Ибо разрушение Данволла не очень обременит совесть Далилы. Она должна знать, что я пришла за ней. Она издалека наблюдала, как ее союзники один за другим исчезали с моего пути. Чувствует ли она себя уязвимой? Или она все так задумывалась с самого начала? Так, отлично. Кто вам признать, Далила поднялась с самых низов и сумела захватить трон. Сколько трудов, сколько усердия. Вы знаете, где искать Далилу. Но как вы с ней поступите? Смею надеяться, у вас есть план. План есть, только... Боюсь, она не оставит мне выбора. Но она получит по заслугам. Меня смущает это ваше по заслугам. Как я говорил, я знал ее. Израненная душа, острый разум, мечтание о славе и надежды. У Далилы был удивительный талант представлять мир лучше, чем он есть на самом деле. Ах, если бы она направила его на благо. Пожалуй, слишком поздно что-то менять. Да, верно. Но прошу вас, берегите себя. Я очень беспокоюсь за вас. Прощай, Антон. Так, окей. Тут еще можно всякой ерунды набрать. И лучше это сделать, потому что... Так, это мы сейчас забираем. Да, потому что мы потом в последний раз пойдем в магазин, ибо это уже, может сказать, конец игры. Так, ворвань, забираем. Я все еще на борту этого скрипучего корыта, который Меган называет кораблем. Я, сам Антон Соколов, бывший конструктор мощных кораблей, бороздящих бушующий океан, способных вестить целого Леофана и залить всю палубу его кровью. Величественные быстрые корабли с роскошными каютами, достойными императрицей. Где они? Они заняты более важными делами, чем путешествия в старика. Мои собственные творения покинули меня. Но, может быть, это справедливо. Разве не был я жесток, эгоистичен? Наверное, меня нужно забыть, выбросить на свалку. Может быть, я достоин даже смерти, и это шанс. Последний побег. Итак, в Даннол. Посмотрим, на что я еще гожусь. Так, отлично. Наконец-то мы дома. Кажется, годы в башне были в другой жизни. Итак, тетушка Далила, посмотрим, что вы сделали с моим дворцом. Сирконос получил лучшего герцога. Но пока об этом никто не знает. Так, идем наверх. Если бы давным-давно я не лапила обратно, герцоги. Так, мы сначала наверх поднимемся. Билли, твой адрес я не знаю, так что просто отдам это письмо какому-нибудь беспризорнику и буду надеяться на лучшее. У нас с тобой нет причин любить друг дружку. Но Финнику ты была по душе, вот почему я ей пишу. Все равно он уже помер, и я хочу, чтобы ты это знала. Из-за той стая раны, помнишь, она так и не зажила. Мы всякие снадобья пробовали при парке. Знаешь, чего я думаю? Это его начальник порезал. Может нарочно, может нет. Сам знаешь, как оно там было. И, кстати, я хотел найти большого ножа, но про него уже давно ни слуху, ни духу. Не знаю, жив ли. Ладно, из уважения к Финнику, я не прибью тебя, если встречу. Катрина. Чуть было не упустил. Дорога была на грани. Удивительно, что там не начался настоящий кошмар. А, вот и вы. Я... Меган. Люди давно меня так зовут. Но это ложь. Мое имя Билли Лерк. У всех свои секреты. Вы хотели бы сказать что-то еще? Я... Сама не верю, что говорю это. Но я не могу вам лгать. Ладно. Пятнадцать лет назад я была в банде. Мы убивали за деньги. Кого-то по заслугам, кого-то нет. Главарь вытащил меня из трущоб. Спас от голодной смерти, от нищеты. Я не знаю, как сказать. Что бы там ни было, выкладывайте. Нашим главарем был Дауд. Я была в его банде. И... Последнее дело... Нас наняли. Ты помогла Дауду убить мою мать. Да. Что тут еще сказать. Я мечтала повернуть время вспять, но это невозможно. Невозможно. Ну и тут можно, как бы, выбор сделать. Мы, так сказать, сохраним ей жизнь. Я никогда не смогу простить тебя. Но страдания меняют человека. Сегодня ты не та, какой была в те дни. Да. Мы все прошли через боль. Но не все делали то же, что и я. Не все стали Далилой. Вы этого не забудете. И я не забуду. Надеюсь. Прощай, Билли. Я беру шлюпку. Дальше буду действовать одна. Так, и прежде чем мы уплывем, мы тут еще немножко полутуем. Вот тут достаточно неплохие амулеты. Надо их обязательно взять. Никто, кроме него, не узнает, что я спас Эмили от участи живой марионетки в руках Далилы. Никто, кроме чужого, что видит все и измышляет свои темные планы и говорит с одним-двумя людьми из всего поколения. Одно я знаю наверняка. Каждое наше решение изменяет чью-то жизнь. И раньше или позже, путями которых и предугадать-то нельзя, последствия таких решений возвращаются к тебе. Совсем мальчишкой я приехал в Дануэлл с Серконоса. Я убивал за деньги. И я слышал голос чужого. Я убил императрицу. Но пощадил ее дочь, которая однажды будет править империей. Это мое решение. И я готов к его последствиям. Так, и книжку прочтем. Какое сегодня число? Наверное, не важно. Я не знаю, что случится. Никто не знает. Но у меня такое чувство, что мы все скоро умрем. Все умирают, как моя милая Дейдра, корчась в грязи. Но мне кажется, что смерть сейчас близка, как никогда. В воздухе витает странное ощущение. Дует западный ветер. Я вижу мертвую чайку, полагающую, плавающую в какой-то пене. Билли, держись подальше от Данвола. Вот что я вижу в этих знаках. Я могла бы бежать. В конце концов, нашла бы его старого ножа. Они могли бы нанять еще один корабль. Я им не нужна. Нет. Итак, я могу бежать. Я должна бежать. Разве я видела недостаточно крови? Так почему я все еще здесь? Так, сразу же напялим эти амулет на себя. Они там достаточно неплохие, потому что... Так... Что? Блядь, опять амулеты поменялись. Небольшой шанс свернуть усыпляющий тротик. Была невременная хитрость. Был другой амулет. Был амулет, короче... Который дает шанс с одним бутыльком восстановить полностью всю ману. Опять поменяли мне бутыльки, уроды, блядь. Ой, тьфу, бутыльки эти амулеты. Ладно, валим отсюда. Больше здесь нечего делать. Видел бы меня сейчас старый Самэль. Смерть императрицы. Вы должны сразиться с Далилой Каперспун до того, как она изменит мир. Проберитесь в башню Данвела и попытайтесь объединить душу Далилы с ее телом. Тогда самозванка снова станет смертной. И у вас появится шанс устранить ее и вернуть трон. Вот, тут достаточно простенькая локация, она проходится быстро. Вот, не так всего много, поэтому мы справимся быстро, я так думаю. Ну, по крайней мере, все, что надо, я тут уже посмотрел. Приведи меня в башню. Верни меня в клетку моих ребер. Приведу, непременно приведу. Далила снова станет смертной. Ты позволила матери уйти в небытие. А знаешь, где моя мать? В детском гробу с подогнутыми ногами. У меня не хватило денег на похороны. А вот мой папаша лежит в императорском сквере. Ты лжешь. Ты просто не можешь с этим смелиться. Твой отец был мникер. Я живу в сердце твоей матери, а мое тело гуляет по твоему разрушающемуся дворцу и спит на твоих простынях. Карнака научила меня тому, что власть не должна передаваться по праву рождения. Это право нужно заслужить. Каждый день работая на благо народа. Я свергну тебя, Далила. Отлично. Тут, короче, городом заправляют некие шляпники. Это какая-то банда местная. Вот, они не особо умные. И здесь еще бродят эти куча-куча собак. Собаки вообще прям в нельзя тупорылы. Я не знаю, что с ними не так, но они станут еще более тупорылыми после того, как мы сейчас купим парочку очень полезных улучшений. Вот так вот делаем. Сразу идем, покупаем их. Так, нет, сначала мы другие покупки сделаем. Так, мы покупаем руну и покупаем ключ от арсенала. Младший сын торговца стащил ключ от заброшенного арсенала городской стражи у входа в башню Данвелла. Этот пропускной пункт использовался как склад военного снаряжения. Он может пригодиться. Так, теперь мы будем покупать суперполезные улучшения. Во-первых, мы купим тихие шаги. И купим, чтобы нас было видно хуже. Побитое молью обмотки вас меньше видно при ярком свете. Круто, покупаем. Второе улучшение, оно дает броню. Броня нам не нужна. Так, это не нужно, это не нужно. Арбалет чисто фана ради можно поулучшать. Покажу, как он выглядит улучшенным. Вот, и лучше взять вот это. Болты могут пронзать несколько противников и урон увеличен. Вот, второе умение, оно на окуляр улучшено, и это нам не надо. Все, все, что надо, мы купили. Денег у нас осталось, должно быть 66 монет. Давайте удостоверимся. Где они у нас? Покажи мне, сколько у меня денег осталось. Мне интересно, верно ли я все посчитал. Да, денег 66 монет. Осталось ювелирный счет. Так, и... Так, 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 так. Для начала мы пойдем за вот этой руной. Так, я сохранюсь. Вон, тут в основном собаки ходят по улицам. Нет, я, наверное, через эту улицу не пойду. Записок я тут никаких толком не нашел, да их, можно сказать, и нету здесь. О, вот этого человека я не видел. Можно подойти просто так, интереса ради. Поглядеть, что у кого. Обычный ключ. Я не знаю, что там, я туда не ходил. Тут достаточно легко и в сквозном варианте проходится локация. Других лавочек в нашем квартале уже и не осталось, наверное. Вот, не знаю, что там внизу может быть интересного, потому что, ну, артефактов тут по пальцам можно пересчитать. Соответственно, вон руны нужные нам, ну, алтарь чужого. Ну и, соответственно, черный амулет, кстати. Там тоже он... Когда я первый раз проходил, когда запись не заключила, там мне тоже его очень классный дали. Я прям нарадоваться не мог. Ну, это уже, поскольку я все знаю, я тут поэтому быстро прохожу. Уже все испробовал. Так, ворвань, иди сюда. Так, сейчас я тут вспомню. Вон, видите, снизу ходит просто неебовая тьма собак, с ними абсолютно связываться нет смысла, хоть они тупорылые, как пни. Вот, но... Вот льет в тьми ручья. Кружка холодненького мне бы не помешала. Так. Там бродят собаки, ну, стенатели. Ну, не стенатели, а эти шляпники тут есть. И еще куча всякой мрази здесь бродит. Случайно. Чуть-чуть не допрыгнули. Но идем в целом мы уверенно. Сразу по всем секретам пробежимся, потому что я уже знаю, как к ним забраться, где что лежит, как кого обойти. Я это все уже за кадром перепробовал. Тихо, тихо, тихо. Так, тут осторожно как бы не упасть. Блин, даже лучше получилось, чем надо. Так, вон там стоит зараза, которая любит магию использовать. Сейчас вот этот лучше отойдет. Он от этой полки ходит к этой. Как он подойдет к этой полке? Вот, все, он встал. Можно проходить. Тут можно прочитать записку. А, вот. Точнее, дневник. Я родился в Данвале. Думал, здесь умру. Но я должен найти новый дом. Мне без разницы, кто правит империей. Эрхан, когда-то его внука... Его внучка Леди Эмили. Это новое отдалило. Да кто угодно. Никто из них не сравнится с Джессиминой. Она и впрямь была особенная. Да, я бы остался, но Данвелл стал помойкой. И тут нечего больше делать старому моряку. Меня тут просто зарежут на улице за бутылку Эля. И все. Жаль только, что я больше не увижу своей тайной комнаты. Я работал над ней с самой юности. Это мой храм. Маленькие осколки удачи, которые я находил тут и там. Моя резьба по китовой кости. Целая коллекция. Но я же не могу взять с собой всю комнату. Ладно, я не такой старый, чтобы не построить новый храм. Где бы не бросил якорь. Якорь хоть бы и в Тирии. Трогаем эту штуку. И оказываемся вот здесь. Здесь куча всяких ништяков, патроны, зелья, если же это все надо. Но у нас всего это в достатке. Одный квартал превратился в золотой. Проходи. Эмили. Далила ждала тебя. В последнее время она дурно спит. Душа, что ты носишь с собой, зовет ее. И жаждет единения. Однако Далила будет сражаться до конца, чтобы ты не смогла вернуть ее душу на место. Ты всегда была осторожна. Посмотрим, что даст тебе это в твоей родной башне. Далила на троне. У нее твой отец. И у нее есть некая тайна. Все, окей, ясно. Спасибо. Так, окей. Я бы еще один сейф тут показал бы вам интересный. Это тоже на дом. Очень удачно спуститься здесь везде. Блин, а я не помню, как я здесь спускался-то. Так. Так, я как-то весьма окольными путями это, конечно, все делал. Я какой-то там системы, конечно, не выработал. Надо осмотреться. А, да, точно. Я вот так спускался. Но меня спалили на раз. Да, надо ее как-то отвлечь. Потому что нам нужно вот именно вот на этот поребрик перелезть. Я на него очень окольными путями залазил. Есть способ, но там прям крюк большой делать не очень удобно. Так. Так, так, так. Класс. Болтов-то у меня нету. Судя по всему, придется нам слазить и идти через низ. Заглянем тогда в одно место интересное. Опять же. Вон, видите, собаки. Они нас палят, но они очень долго соображают, что это именно мы. Так. Вот здесь чувак построил свою крепость. Вот сидит. У него ворвань. Веда закончится. Переберусь на южный берег. Может, там получше. Вот. Есть кто? У меня и так ничего нет. Да, он ругается, что мы тут убираем его. Так, здесь есть сейф. Сейчас мы его найдем. По-моему, он здесь или нет? Здесь веер есть. Вот, да, веер. Я помню. Блин, а где же сейф? Сейф, сейф, сейф. Наверху, наверное, нет. В этих ящиках ничего нету. Я уже смотрел. Там, на самом деле, сейф-то как бы посредственный, но там забавно просто. Так, тут надо пропустить товарища. Отлично. Больше здесь, по-моему, ничего интересного нету. А он будет там крутиться теперь. Так. А, ворвание. Я что-то не могу вспомнить, где я этот сейф видел. Ну, там постановка такая же. Там, короче, ну, как бы небольшая головоломочка с этим сейфом. Надо его, типа, ну, заломать там, соответственно, найти от него код. Вот ты находишь код, а в этом сейфе две монеты. Вот и все. То есть там снова такая... Не сказать, что это эпично, весело, классно, но меня это высадило в первый раз. Я пошел искать от него комбинацию, там что-то. Ну, полазил по комнате немного, нашел и такой, блядь, серьезно, что ли? Вот так вот. Не с первого раза, но перепрыгнули. Так, собака там прошла. Так, вот тут очень такой неудобный момент. Не с первого раза я его прошел. Так. Нет, не допрыгнули. Жаль. Вот видите, собаки его очень долго соображают. Не знаю, что с ним не так. А, все, я вспомнил где этот сейф. Мы туда зайдем, там небольшую историю можно прочитать. Историю, минутку. Так, мы это все дело обходим. Но для того, чтобы нам ее прочитать, нам нужен ключ от ввод той двери. И, кстати, вот оружение туда тоже можно зайти. А потом, а потом нам надо вон туда, на самый верх. И на этом можно будет закончить наше задание. Что-то ты, песик, не вовремя решил уйти. Куда это он пошел? Ну, как бы, куда бы он не пошел, то нам сейчас на руку. Потому что мы сейчас ключ подберем. Отлично. Если вам нужен доктор Гальвани, вам надо срочно купить билет до Тивии. Потому что он туда и направляется. Он, бедолага, говорит, что боится жить в городе, где любая девчонка, нагулянная кухаркой, может усесться на трон. А в городской страже служит банда шляпников. Это я не говорю. Это не я говорю, это его слова. Но для нас, простых людей, видимо, все нормально. Ведь мне он билет покупать не стал. Если у вас есть еще дела в этом доме, то ключ у меня. Я буду приходить раз в неделю убираться, но только убираться чай или еще что-то делать не буду. Маргом у вас экономка. Закрываем с собой двери, чтобы нас там собака не закрысила. А то я что-то один раз вбежал, судя. Думаю, вот, все, сейчас я тут. Дверь забыл закрыть. Так, вроде здесь больше ничего нет. Вот здесь сейф 471 вроде, да? А, 451, вот код. Находится он здесь так. Ворвень забираем. Ну и, соответственно, наши сокровенные две монеты. Про которые я рассказывал. Ах, целых три, целых три монеты. Ну как я мог так ошибиться. Пёсик, пёсик, пёсик. Не дотянулся до рельсов. Нам бы вот просто на рельсы выпрыгнуть, чтобы с пёсиком не связываться. Но, видимо, придется сидеть у замочных скважин, ждать, пока псина свалит. Твою мать. Ну или... Телепортнуться, попытаться всё-таки. Отлично. Так, чё, в вооружение заглянем. Прежде чем за амулетом пойдём. Так, чё, в вооружение заглянем. Каналу Колдридж нам пока вроде к каналу не надо. Ой, вот сюда. Мы ещё кое-что не сделали, чтобы к каналу Колдридж идти. Вот, через сюда можно пройти. Кто бы мог подумать, что я буду так по ней скучать. А подождите, там к каналу Колдридж, а это в башне. Интересно. Но нам для начала нужно вон туда, на самый-самый верх. И на этом мы закончим серию. К каналу Колдридж тоже интересно сходить, но не в этот раз. Так, вот так вот мы сюда попадаем. Так, и сейчас осторожно залезем туда. А, подождите, нет, не так, не так. Я вспомнил. Вспомнил, как туда залезть. Вон, через эту вот херню я туда залазил. Да-да-да-да-да, точно. Вот, всё, да. Тут никого нету, можно так, что, в принципе, на фасте вот так сюда залазать. Здесь последний амулет на этом уровне. Так, где записка обещанная? А, во. Перекройте тайный вход из башни на случай, если кто-то ещё знает о личном ходе бывшей императрицы. Если понадобится, работайте всю ночь. Так, и амулет. Где ты? А, точно, уже наверху, да-да-да. Забыл. Во, корабельный боец. Это, короче, штука, чтобы с клинком быстрее передвигаться. Ага, да. Обнажённое оружие не замедляет движение, пойдёт. Ну и сами видите, вот тут всё затянуто. Далило. Ну и, собственно, вот, на этом-то можно и закончить серию. Вот. Через казарму сходим в ту часть, посмотрим, что там. Ну и можно потом дальше по сюжету двинуться. Но мне просто ибо интересно, к чему нас там приведёт. Потому что я что-то не замечал, эту дверь как-то проигнорировал. Её в прошлый раз надо заглянуть. Вот. Так что на этом заканчиваем и в следующей серии продолжим. Всем пока. Сохранение? Давай.